Словосочетание «подвезу медиков» в карантинных условиях приобрело новое и весьма серьезное значение. В популярных мессенджерах уже возникли группы, где водители сообщают о своем маршруте, количестве свободных мест для перевозки медиков. Врачи же в ответ присылают свои данные. Эдакая некоммерческая служба такси. Вместе с этим волонтеры запустили еще один проект помощи. Мы поняли, что через несколько дней карантина появятся люди, которым нужно пойти в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами. И небезопасно, чтобы они выходили на улицу. Либо эти люди простужены, у них есть симптомы ОРВИ, либо это просто пожилые люди, которые находятся в зоне риска. И поэтому мы поняли, что нужна будет помощь волонтеров, чтобы какие-то другие люди ходили за них в магазин, так, чтобы всем было безопаснее. Принцип работы платформы такой же, как и для помощи медиков. Хочешь помочь – найди кому и чем именно. Мы решили не оставаться в стороне от просьб пожилых людей и в качестве волонтеров присоединились к специальной платформе. Следуя инструкциям ее создателей, мы провели необходимые манипуляции, выбрали нужные нам параметры и нашли человека, нуждающегося в помощи. В нашем случае это 80-летняя женщина. Помочь ей просит ее соседка. Женщина говорит, что переживает за нее. Сами понимаете, возраст почтенный, да и здоровье уже не то. Вот уж кому точно нужно строго соблюдать карантин. И чтобы женщина как можно дольше оставалась дома, соседка просит помочь продуктовым наборам. После регистрации нам стал доступен телефон контактного лица, той самой соседки. Набираем, женщина рассказывает, что пенсионерка живет в доме напротив. Она не выходит и есть проблемы с психикой. Я просто за ней наблюдаю через свое окно, которое выходит, она же на параллельной улице живет, а окно выходит ко мне в палисадник. Женщина на голову больная совсем. Что ей там надо, я не знаю. Ей уже больше 80, это бывший адвокат или юрист, или кто она там, короче. Я знаю, что я вчера, когда вышла, она что-то говорила. Я вот сижу голодная, но она сама с собой разговаривает, понимаете. Ей даже чего-нибудь, я думаю, что она будет рада. Отправляемся в супермаркет. Примерный набор компонентов для такой покупки уже ясен. Так как соседка женщины не смогла сказать, что конкретно необходимо, будем покупать то, что называют обычно социальным набором. Крупы, консервы и многое другое. Заодно и проверим, есть ли ажиотаж на эти продукты. Первая мысль, конечно же, консервы. Продукт хранится долго, неприхотлив. Берем и рыбные, и мясные. С консервами определились, теперь возьмем подсолнечное масло. Следующий пункт в нашем наборе, это крупы. Вот и они. Возьмем, пожалуй, конечно же, гречку. Кстати, заметьте, никакого ажиотажа нет. Полки забиты. И пшено. Пожалуй, еще рис. Добавляем к набору чай, печенье, картошку и мандарины. Витамины сейчас точно не будут лишними. После оплаты снова созваниваемся с соседкой. Женщина, увидев, что мы журналисты, не удивляется и сразу ведет к окну пенсионерки. Долго стучим, появляется хозяйка. Но, к сожалению, быстро дают о себе знать ее психические проблемы. Я попросила, чтобы они вам принесли. М минуту. Один, номер. Один, номер. Здесь и яды. А, ну все, я понял. Вы поняли. Здесь и яды. Нам ничего не остается, как попросить соседку передать продукты, когда мы уйдем, оставив их наедине. Женщина пообещала просьбу выполнить и просила нас отнестись к ситуации с пониманием. Мы оставили тот пакет до лучших времен, пока она придет немножечко в себя, чтобы не подумала, что это ей подсовывают что-то. И потихонечку буду производить видеосъемку сама, что я передаю ей действительно все эти продукты. Бабушка проживает самостоятельно. За 80 лет уже есть какие-то отклонения в здоровье, в психике. Поэтому я всегда слышу, что у нее там, что она голодает. Поэтому я и попросила, чтобы ей принесли. Мы сознательно не называем сумму, которую мы потратили. Мы не хотим, чтобы этот материал воспринимался, как какая-то пиар-акция. И уж тем более мы не хотим, чтобы вы считали нас героями. Мы просто хотим напомнить о давно всем известных истинах. О том, что необходимо оставаться человеком в любой ситуации, какой сложной она бы ни была. И помнить о том, что добро возвращается бумерангом. Поэтому стоит его совершать. К этому призываем вас мы. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.